Смотрим матч Caleri-Inter. Очередной тур итальянской серии. Это шестой тур уже, соответственно, как вы все прекрасно понимаете. И Caleri-Inter встреча двух команд, которые, естественно, ставят перед собой разные задачи, но при этом, судя по тому, как играет Caleri в последние годы, эта игра может пойти на все три результаты. Не исключено, что Caleri может сегодня надеяться в том числе и на победу. Понятно, что Inter более мастеровит, титулованней и так далее, но, тем не менее, сейчас в турнирной таблице у Caleri не самое плохое положение. Шесть очков после пяти туров. Достойный старт, на мой взгляд. Ну, а у Inter вообще старт получился феноменальный для нынешнего образца Inter. Мало кто его ожидал. Inter сейчас занимает четвертое место. Тринадцать очков. Соответственно, если сегодня Inter выиграет, то догонит Наполи и Увентус, которые имеют по шестнадцать баллов. Ну, и у Ромы очков пятнадцать. Но у них сегодня еще игра против Болонии непростая у Джалароси. Джалмок Рокки, арбитр матча. Сразу же отмечу, что игра проходит сегодня не на Сардинии, не в Caleri, а в Триесте. Мы знаем о проблемах, которые есть у Caleri со стадионом. И по этой причине не все матчи Caleri может играть на Сардинии, так как не все проходят по меркам безопасности, когда бывает большое количество болельщиков в выездной команды. Заставляют Caleri искать другой стадион в Италии. Ну, вот Триесте такой хороший вариант для Caleri с точки зрения, видимо, может быть, экономии средств и стадиона самого, потому что сама Триесте находится достаточно далеко от Сардинии. Но в любом случае, играть надо здесь. Caleri уже не привыкать. Естественно, Диего Лопес, наставник Caleri, на ваших экранах. Ну и верим, что когда-нибудь проблемы Caleri со стадионом решатся. Массимо Челлино, президент Caleri, обещал, что он этот вопрос решит в кратчайшие сроки. Правда, мы знаем, что такое в Италии кратчайшие сроки. Это, конечно, немного пугает в этом контексте. Но дай-то Бог, чтобы все получилось. Итак, составы команд. Начнем давайте с Интера. Самир Ханданович номер первый. Далее оборона справа играет 35-й номер Роландо. 23-й Тиранокье. 5-й Жуан Жезус. Это тройка центральных защитников. В два опорных овбега. 13-й Фредди Гуарин и 10-й Дарио Ковачич. Плюс рядом с ними играет Эстебан Камьясу, номер 19-й капитан команды. Я не исключаю, что этот треугольник может меняться в разные стороны. Поэтому, может быть, Камьясу будут играть глубже, а эти двое будут, наоборот, ближе к атаке. В фланге справа действует номер 55-й Наготома. Наготома. Слева номер 31-й Альваро Перейра. Ну и два форварда. 11-й Рикардо Альварес. Он играет под нападающим. И ударный форвард Исаак Бельфодиль. Сегодня именно вот такая атака у Интера. Отмечу, что запасе остался и Диего Альберто Меллито. Он сегодня играет и Родриго Паласио, что удивительно. Ну и Эммануэль Икарди также на скамейке запасных. Вот Бельфодиль. Сегодня играет за Интер в основном составе. Калери. Микаэля Агатси номер 1-й. Четыре защитника слева. До сцены номер... Нет, Даниэло Авелар, конечно, номер 8-й. Он играет на левом фланге Даниэло Авелар. В центре 13-й Давида Астори. 15-й Лука Росетини. Справа 24-й Габриэля Перейко. Линия хавбеков. Пятый номер традиционно Даниэля Конти. Опорный хавбек. Чуть левее действует четвертый номер Раджа на Энголан. Чуть правее номер 21-й Даниэля Десена. Он действует на правом фланге Десена. Атака 22-й. Номер у, соответственно, Матерсо Кабреры. Два форварда. 23-й. Виторий Барбо. Тулумбец. И 51-й. Пенилья. Чилийский нападающий. Отмечу, что у Калери сегодня в запасе Марко Сау. Нене. Люди, которые чаще играют в основном составе. Но вот сегодня у Калери тоже есть любопытные изменения в составе. Первый момент в матче. На второй минуте. Наготома. Придумал. Этот самый опасный момент. Он первый оказался на подборе. Пробил. Ну и пробил неплохо, по сути, под перекладь. Хороший удар. Наготома. Мало болельщиков. Ну, повторюсь, это, по сути, выездная встреча для двух команд. Понятно, что Интер команды в Италии популярны. Многие, наверное, болельщики просто пришли посмотреть на Интер, жители Триестра. И Барбо пас назад. Альварес. И там нарушение правил, оказывается. Эрикки Альварес. Где-то эти правила нарушил. Абсолютно получается феноменальный старт сезона у Рикки Альвареса. Потому что он, напомню, что в Италию приехал несколько... Ну, не лет, пару лет назад он приехал в Италию играть за Интер. И настолько были провальные первые два сезона. Потому что казалось, что абсолютно из другого вида спорта. Альварес, то есть он не готов к тому, чтобы много бегать. Да, он, конечно, очень техничный парень. Сам по себе с хорошим ударом, с великолепной левой ногой. Но чтобы прям играть в таком ритме в Италии, многим казалось, что просто не готов Альварес. Ну, вот пришел Мацари. Сумел найти общий язык с Альваресом. Поработал с ним, видимо, плодотворно летом. Поднабрал Альварес кондиции физических. И сейчас один из лучших футболистов чемпионата Италии, на мой взгляд. И он, по сути, сейчас в Интере не заменил. Там я сом. Фредди Гуарин на левом фланге. Снова Стебан Камьясо. Переводничая на правый фланг. Тут такая небольшая лужица образовалась в центре поля. Но сейчас дождя нет. Видимо, он был довольно обильный чуть раньше. Рикки Альварес столкнулись на Ингулан и Пенилья. Вроде все живы, все здоровы. Альварес. Ну и Виторий Барбо хорош. Не только в отборе, но и в технике. Все у него получается с техникой. Единственное, что он потерял. Я говорил о старте Интера, о том, что он получился более чем успешный. Лишь одна ничья в первых пяти матчах и то против чемпиона Италии Ювентуса. И там в этом матче Интер вел, между прочим, 1-0. И, соответственно, мог даже рассчитывать на победу. Все остальные матчи Интер выиграл, в том числе и у Фиорентино. Очень был сложный матч в прошлом туре. Интер выиграл 2-1 у Фиалок на Сан-Сиро. До этого Интер разгромил Сесоло. Это крупнейшая победа, самая крупная победа Интера в выездных матчах за всю историю клуба. Между прочим, в первых двух турах Интер обыграл Катанию. 3-0 на выезде. Это не просто, я вас уверяю, пусть Катания сейчас играет плохо. И лишь одну очко в чемпионате набрала. Ну, а в первом туре Интер, напомню, что обыграл Дженуа 2-0. Так что команда мало пропускает. Всего лишь два мяча за пять матчей. Хороший показатель. Ну, и забивает Интер много. 15 мячей. Это действительно солидно. Понятно, что половина была забита в ворота Сесуола, но все равно. По Калере ситуация похуже, конечно. Но, с другой стороны, у Калере сейчас трехматчевая беспроигрышная серия. Она и Гуарин бьет поворотом. Акаци. Ну, а угловой. Рикошет был. Неприятно. Ну, так вот, эта серия, она беспроигрышная, но она и безвыигрышная. Потому что три ничьи подряд. У Калере. С Фиорентиной, с Амбдорией и с Ливорном. Рикки Альварес собирается подавать. Не самая плохая подача, но на него никто не выскочил. Лишь Раджан Айнголан. Не готово. Снова наинголан ставит корпус. И удар будет от ворот. Альберто Дзекирони. Нам его не зря показывают. В контексте действий Наготома. Потому что Дзекирони главный тренер сборной Японии. Кстати, Япония уже квалифицировалась на чемпионат мира. Вообще, Дзак довольно успешно работает с командой восходящего солнца, страной восходящего солнца. Даже некоторые горячие головы считают, что после чемпионата мира в Бразилии именно Дзекирони должен заменить Прандели сборной Италии. Ну, я думаю, что это не лучшая идея вообще для итальянского футбола. Дзекирони как наставник сборной Италии. Но некоторые убеждены, что это будет правильным решением. Ну, давайте оставим это для итальянцев. Решать вопрос с национальной сборной после чемпионата мира в Бразилии. Пока же Агатси бьет от ворот у Интера. Преимущество на первых минутах весьма, мне кажется, очевидное. У Калери сложности с владением мячом впереди. Но вот сейчас и Барбо. Мяч тоже не получает и Барбо. Ковачич. Как говорят, самый большой талант Интера. Этого нового Интера. Буквально он олицетворяет. Перспектива Интера и будущее Нерадзури. Он играет на хорошем уровне. В принципе, редко проваливается так откровенно. Но пока ничего выдающегося он не делает за эти 8 месяцев, что он в команде. То есть, безусловно, у него есть все задатки. Но видно, что он еще немного сыроват. Субтитры сделал DimaTorzok. Десена, Наньголан. Ну и плотно играет Интер. Вообще, конечно, главный козырь Интера на старте чемпионата – это отменная физическая подготовка. То есть, судя по тому, как Интер бежит, проблем нет никаких. Бельфедиль расстреливает. Опасный момент Фредди Гуарин. Удар Гуарина и Агаци выручает свою команду. Просто выручает Агаци свою команду, потому что Фредди Гуарин был близок к тому, чтобы отключил в этом матче. Еще одна подача. Гуарин. Нет, это Жуан. Жуан Жезус. Но какой-то сложный трюк он пытался исполнить. Наготомо. Получает мяч справа. Гуарин. 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 Перейра. Как-то он пропал в начале матча. Только впервые он получил мяч за стартовые 12 минут. да в луже мяч застрял здесь очевидно не лучшая зона для игры футбол надо отсюда скорее убегать ну если интер в принципе довольно легко разбирается с средними итальянскими командами на старте чемпионата и сусуола был просто практически убит совсем недавно в гостевом матче до этого интер довольно грамотно разобрался с дженуа 2-0 обыграл калери 3-0 вот некая обыграл катанию конечно же 3-0 а вот калери мне кажется эта команда все же несколько более непростая по крайней мере обычные сардинцы со всеми пытаются играть на равных вот сейчас кувачич отлично взял игру на себя прошел но вот здесь видите поле поле помешало ему ускориться а потом уже коньте просто даниэль и коньте догнал и свалил кувачича чем фарил откровенно и желтый карточка здесь на мой взгляд справедливо рикки альварес стандартное положение на готово очень хитрый был розыгрыш но видите состояние газона тоже говорит о многом да что видимо стадион в триесте он не всегда готов большим футбольным матчем и поэтому видимо местные агрономы плохо плохо подготовили конечно для российского болельщика такое поле сейчас сродни успеху потому что и таких нет стадионов сейчас в москве но вот уже летали это плохой вариант на мой взгляд и барбом на правом фланге виторы барба я весь прошлый сезон говорил вам о том чтобы обратили внимание на и барбу но играл он так скажем не всегда продуктивно вот в этом чемпионате уже мне кажется пошли результаты и барбу он и забивает он и отдает он и хорошо играет в подыгрыше поэтому ощущение что этот сезон будет мне кажется сезон не на колумбийц ну в локальном варианте игру что весь итальянский сезон будет имени имени и барба вот калере по крайней мере в калере и барба будет зажигать подача коньте удар не получился ну и коньте приходит смириться тем что не будет повторного корнера а а а а а а а Пенилья. Получает ответную передачу. Догонят и мяч. Нет. Видно, тяжелый газон для передвижения футболистов. Нельзя ускориться быстро. Я думаю, что это сказывается на нашем сегодняшнем матче. На Вилар. Удар вперед. Удар в направлении Самира Хандановича. Вообще говоря, Калери, как о команде, которая стремится прописку в серии сохранить, но при этом, как я уже говорил, довольно непростой соперник для любого клуба. И та же Фиорентина, которая поставила цель пробиться в Лигу чемпионов, то есть занять место в тройке в Италии, оступилась Калери, потеряв два важнейших очка. Ну так вот, просто у Калери, помимо того, что довольно грамотная игра сама по себе, у Калери очень хороший подбор футболистов. Есть игроки молодые, вроде Барбо, которые еще готовы расти и прогрессировать. Но есть люди, которые давно созрели для перехода в более серьезный итальянский клуб. Просто президент Челлино, президент Калери, он, ой-ой-ой, по своим бьет, бей своих, чтобы чужие боялись. Видимо, этим правилом только что воспользовался Даниэль Иконти и ударил по Авилару. Вот так вот, есть футболисты уже готовые в Калери для игры за большие команды. Тот же Нейнголан, на мой взгляд, давно ему пора переходить, ну не то же давно, но года полтора уж точно он пересидел в Калери. Но не то, что деградирует в Калери, он играет на своем уровне. Просто он уже мог бы играть в команде уровня Ювентуса, Ромы, Наполи, Милана, Интера и так далее. Есть Астори, очень качественный центральный защитник, у которого есть все задатки. Агацци, вратарь, солидный, я думаю, что тот же Милан с большим удовольствием бы рассмотрел Агацци как замену объятия. Это Вальтер Мацари. Я думаю, не совсем доволен стартом матча, но вот был момент с Гуарином, когда забей Интер, и тогда Нарадзоре, конечно, уже взяли бы инициативу в собственные руки. А вот сейчас Калери так уже понимает, как надо играть в этом матче и уже старается делать так, чтобы по их сценарию игра развивалась. Камьясо, Пирейра. Наин Гулан легко обхитрил Камьясо, и здесь отлично играет пельгиец. Пас направо, подача немножко не в ту сторону, надо было наближе штангу подавать, чтобы был шанс Уйбарбо замыкать. Можно было замыкать эту передачу. Кувачич на левой передаче, и здесь Альваро Пирейра снова с мячом. Подключение... Нет, не стало. Сам игру обострять решил через центральных аввеков. Сыграет Рикки Альварес. Тут их двое с Наготомой. Вот японец получает мяч. Подает опасный момент, и... Бельфюдил, как не забил Исак Бельфюдил. Вот это момент только что был, а? Наготома все грамотно сделал, и была хорошая подача, и Бельфюдил отцепился буквально от Астори, но пробить вратаря не сумел. Найгулан. Пенилья. Слева Пенилья. Можно обострять. Обострить не получилось. Кувачич. Налево. Жуан. Наготома. Мой мяч покидает пределы поля. Вот он момент с Бельфюдилом. Как он здесь не забил, не совсем понятно. Снова наготома. Снова наготома. И здесь грубый фолл против него. Перейра. Снова ругывает с мячом. Напомню, в прошлом году он перебрался в Интер из Портов. Комбьясо. Сейчас уже преимущество у Интера. Снова Интер захватил мяч. Ну, ответ к галереи. Пенилья в штрафной. Чилиец. Ну и выбрал, наверное, самый сложный вариант. Можно было Пенилья, конечно, пытаться пробить поворотом. Покинул, покинул мяч к пределу поля. Комбьясо. Ну и Бельфюдил здесь к мячу не успевал. Есть варианты в атаке у Интера. Их довольно много. Есть и Родриго Паласио. Если учесть, что Интер собирается играть в одного чистого форварда Эрике Альварес под этим самым нападающим, то есть, как я уже говорил, Паласио, есть Икарди, есть Диего Альберто Мелитто. Мелитто уже поправился, уже даже забивал за Интер. Ну и Бельфюдил на своем основе. Поэтому, по большому счету, не все так плохо. Понятно, что среди этой четверки нет ни одного топ-форварда пока что европейского, такого мирового уровня. Но тот же Икарди потенциально может в него вырасти. Это не исключено. Ну и Мелитто форвард уже какого-то топ-уровня в прошлом, потому что его лучшие годы уже позади. Ему 34 года. Я не думаю, что он будет играть так же, как он играл, например, в 2010 году, когда Интер делал триплет, а Мелитто забивал два мяча в финале Лиги Чемпионов. То есть, он, конечно, форвард грандиозный просто, но, к сожалению, годы уже берут свое. Мелитто форвард. Ханданович. Славянский голкипер. На мяче был первый, но там, по сути, конкурентов у него особо не было просто. 0-0. Напомню, что тур вчера стартовал двумя матчами. Дженуа принимал Наполи. Победа Неаполитанцева 2-0. Горан Пандев оформил дубль. Чуть позже, накануне, случилась игра в Милане, где одноименная команда обыграла Самбо Дорио 1-0. Там великолепен просто. В одном конкретном, правда, эпизоде был Вальтер Бирса, который забил гол, и Милан выиграл 1-0. Удар Гуарина. Выше ворота. Ну и сегодня день в Италии стартовал матчем в Турине, где было дерби местное Ювентус Торино и победа Юве 1-0. Автор единственного гола Поль Погба. Сейчас Львиная Дорио матч играется в Италии, ну и вечером в Болонье Рома. Вот такая программа сегодняшнего дня. Кувачич. Гуарин. Хороший пас, но нарушает правила. Фредди Гуарин, по всей видимости. Гуарин. Фредди Гуарин. Гуарин. Хороший пас. Гуарин. Конти Удар головой Пенели Очень опасный Выиграл он борьбу за верховой мяч Уранок, если не ошибаюсь И пробил-то целенаправленно Поворотом Удар был неплохим по силе И лишь Реакция Хандановича спасла Интер Бельфодил Альварес Какая передача Бельфодил Снова Рики Наготово Смещается центр Удар по воротам Да, конечно, абсолютно Лучшую форму свою набрал за карьеру Именно в Италии Рики Альварес То есть так он не играл никогда По крайней мере Я такого не помню Может быть в Аргентине было Нечто похоже Откуда он приехал в Италию Но на Аппенинах Пока лучший отрезок его карьеры Вот именно этот Этот сентябрь Камьясо Гуарин Как же вы оставили одного Правда он сам готовился к удару И перехват мяча И Барбо Два на одного Два на одного И Барбо Есть левый партнер И Барбо Сам несется вперед Ну как так можно И Барбо Ну что за жадина Желтая карьечка Гуарин Насколько я понимаю Нет, это Роланду Получает предупреждение Они похожи И прическа С Гуарином И в целом А, это Жоан Жезус Конечно же Роланду У него 55 Номер 35 номер Конечно У Роланду А это Мась Мочелину Владелец Калери Ну можно было Так же делать передачу И Барбо налево Там был партнер Ну вот и Барбо Пожадничал Но штрафной заработал Куатро Куатро Говорит Анданович Значит Требует Галкипер Четырех Втенку Хотя может увеличить Это количество Пока четыре человека В стенке Итак Авелар И Конти У мяча Удар Именно в ту точку Где находился Самир Ханданович Четырех 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 Нагатомо Через правый фланг Рики Альварес Но Гуарину Сложно было Рассчитать Скорость мяча Потому что он Несколько раз Застревал И мне кажется Гуарин Просто найдется Что снова Где-то в лучшем Застрянет И он будет Гуарин Будет первым На мяче Ноль-ноль Не достается Мячу Барбо А это уже Андрея Ранокки На левый фланг Мяч переводится Пенилья Еще один Жесткий стык Еще один Жесткий стык Перейра Получает по ноге Желтая карточка Пенилья Судя по Звуку Там действительно Было очень Все Опасно Да, конечно Желтая карточка Сто процентов А то и вовсе Красная Потому что Вот здесь Видимо Этот эпизод Разодорил Пенилью Мол почему Не дали штрафной В пользу Калли И он потом Пошел мстить Альваро Перейре Куторое Очень такое Болезненное Выражение лица Будто бы Ему до сих пор Больно Хотя не исключаю Что действительно Так оно и есть Ковачич Неплохо было задумано Но вот Наготома Сразу не разгадал Этот вариант Ковачич Альварес И потеря На Энголан Венилья Снова на Энголан Справа есть Партнер Туда передачи следует Перейко Блокирует Интер Все попытки Калли Пробить Но это уже Ковачич Это желтая карточка Это желтая карточка Сто процентов Ковачич Убегал Очень полезно Играет Ковачич Сегодня В конкретных эпизодах Он все время Играет Настолько Неожиданно Для соперника Что игру обостряет Сразу же Да Россетини Получает желтую карточку Уже двух футболистов Ковачич Посадил на Предупреждение Конти И вот Как раз таки Россетини Не получилось Мяч перехватить Жуан Роландо Найголан 3-1 По желтым карточкам Много их В сегодняшнем матче Снова Найголан И Барбо Хороший пас Жалко Я не рискну Сразу бить Футболист Каляри Здесь пенальти Конечно Не будут Никогда Ковачич Но до этого Было нарушение Правил Еще один удар головой На этот раз Выше ворот Поэтому П dakал Прямо Компания Переселение Полезет Роландо Роландо Папа Полезет Компания Уже Папа Полезет Семен Посад Полезет Семен И Барбо плохо обработал мяч. И Барбо получает удар в спину, по сути, ему, конечно, сейчас просто больно. И Барбо получает удар в спину. Чуть менее пяти минут, ну, основного времени. В целом, равной играми, кажется, весьма содержательный футбол. То есть, нули такие не совсем скучные. То есть, можно найти любопытное в этом матче. Практически в каждом эпизоде хорошая скорость на голан. И угловой. И, как я говорил в начале репортажа, в принципе, игра идет на три результата, на мой взгляд. Все возможно в этой игре. Подача. Ковачич. Вынес мяч. Астори. Бельфёдил. И пас еще один назад уже на Андрея Ранокки. 0-0. 0-0. Калери Интер. Наготомо. Гуарин пришел к нему на фланг. На этом фланге ударил по ногам Авелара. Вот что он сделал. На этом фланге Фредди Гуарин. Агаци. Ну и не будем звать о том, что, в принципе, Галери лишь номинальный хозяин поля. В остальном, мне кажется, Унтер даже чуть более яркая поддержка в этой игре. Так что и в этом контексте Галери немного жаль. Ковачич. Еще один аут. Ковачич. Пас назад. Застрял мяч в луже, но... Все для Интера обошлось снова. Надо понять, что вот через эту зону лучше не играть вообще. Она, в принципе, не очень широкая. И можно как-то обходиться без нее. Игра Каму, и на Калери, и Интера. Игра Каму, и на Калери, и на Калери, и на Калери, и на Калери. Опытный вратарь. Все контролировал. АВЕЛАР. Ну, в конце тайма, мне кажется, футболисты уже просто ждут окончания первой части матча. Наверное, стоит передохнуть. Ну, и в этом поспособствует арбитр матча. Синьор Рокки, который не добавил ничего к первой части матча. И сейчас у нас перерыв. Пока 0-0. Довольно таком... Серьезно по напряжению матча Калери-Интер. Рикардо Альварес покидает поле в перерыве. Он не выходит на второй тайм. И Мауро Икарди. Вот так начинается вторая часть матча между Калери и Интером. Прямая трансляция на НТВ+. Для вас игру комментирует Нобеля Рустамьян. Обслуживает встречу Джан-Лука Рокки. Ну, и составы команд сразу же. Самир Ханданович вратарь. Далее полевые футболисты Интера. Жоан Жезус, Андрея Ронокки, Роланду, Юта Нагатома, Альваро Перейра, Эстебан Камбьясу, Матео Ковачич, Фредди Гуарин, Исаак Бельфодил. Играл Рикки Альварес. Вместо него вышел Мауро Икарди. Футболист, который уже забивал за Интер в этом сезоне. И забивал очень важный гол. Между прочим, ворота Ювентуса. Это было в дерби Италии. Калери Микаэль Агатси, вратарь. В поле Даниэло Альвелар, Давида Астори, Лука Росетини, Габриэля Перико, Матиас Кабрера, Раджиана Инголан, Даниэль Десена, Даниэль Конти, Маурисио Пеннили и Витор Ибарбо. Состав Калери у Интера наставник Вальтер Мадзари, у Калери Диего Лопес. Довольно, мне кажется, был содержательный первый тайм. Хорошая игра со всех точек зрения. Сейчас мы смотрим за второй половиной встречи. И я предполагаю, что в ней как раз-таки голы быть должны. Все же Интер и Калери команды так называемые верховые. И поэтому хотя бы на один гол они должны разродиться. Особенно это касается Интера. Я думаю, понимая это, Вальтер Мадзари поменял, точнее выпустил на поле Икарди. Не то что плохо играл Альварес. Мне он очень был симпатичен в первые 45 минут. Он, мне кажется, проделал огромный объем работы. Но вот что-то у него не заладилось. И по этой причине, я думаю, что даже то, что не заладилось у Альвареса, просто может подустал. Может быть считает, что по-другому стоит вскрывать оборону Калери, а не через Икарди. Мацари, поэтому выпустил на поле. Точнее, не через Альвареса надо вскрывать оборону Калери, а именно через Икарди. И поэтому произвел замену. Ну, в общем, в любом случае, все это довольно любопытно. Я не исключаю, что Найгулан сейчас в штрафной площади подскользнулся. И Барбу рядом, Найгулан сам решает сделать передачу. Ошибается. Ну, и здесь уже борьба, которая остается за Калери. Я не исключаю, что сейчас сможет сыграть с удвоенным центром. С удвоенным центром Мацари, Бельфодил и Икарди будут играть на одной линии. И также есть вариант, что Бельфодил отойдет чуточку в оттяжку, а Икарди будет играть на острие. Тут, как говорится, варианты есть. Все зависит от желания Мацари, а то, как он видит игру своей команды во втором тайме. Калери. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Гуарин Перейра Бельфордил Видите, он действительно чуть глубже отошел Пас назад, Гуарин Росетини Тут подчищает за партнерами Найнголан И пас назад Между прочим, Найнголан должен был переходить в Интер Нынешним летом уже было практически все решено Но в последний момент Интер не решился на серьезные траты Потому что хотел за Найнголана президент Калери порядка 15 миллионов евро Вот Интер не стал такие деньги выкладывать за Раджу Не знаю, жалеет ли Мурати Но пока, в принципе, шлеть не стоит Команда и без Найнголана играет весьма неплохо Команда и без Найнголан Перевод на лево Перейра Пас вперед И Карди за мяч не зацепился Комбьясо Ковачич Снова Комбьясо Интер решил Такие размеренные атаки Сейчас производить Может с помощью их получится Как-то атаку, как-то оборону раскачать Калери Перейра Еще одна подача Но там никого абсолютно нет Снова на подборе Очень хороший Калери И Найнголан Прежде всего Пас налево Практически Вышли в атаку Футболисты Калери Но в последний момент Да, не получился Длинный пас налево Но Всегда он получаться не может Перейра Еще одна передача назад Бельфотилы и потери мяча Астори буквально выпихнул Исака За пределы поля Долго такая атака Интер Она, конечно Часто прерывается Но все равно Общий контроль мяча За Интером Подача еще одна И Андрей Раноккия Уже с мячом Ковачич Бельфотил Прострел низом Икарди Почти успел Капьясу Истепан Истепан Пробеет Чуть быстрее Может быть Мяч и пролетел Боти всех защитников И Барбо Почти сохранил мяч себе Родриго Паласио Разминается Аргентинский нападающий Он много забивает В принципе И в этом сезоне В частности За Интер Поэтому Возможно Именно его и не хватает Сейчас на поле И понятно Что он Будет менять Бельфотил Который Пока особой угрозы Воротам соперника Не несет Ковачич Фреди Гуарин Бельфотил Ну и просто На угловой выбивал мяч На Иголан Вот здесь конечно Бельфотил Заработал Хотя бы Стандартное положение Итак Угловой удар Этот натиск Такой Долгий уже Возможно И вылится сейчас В успех Интера Подача Не опасно Вообще не опасно Был в этой ситуации То есть Всех разобрали Все было Под контролем И пас назад на конте И пас назад на конте И пас Бельфотил И пас И пас И пас И пас И пас И пас Сейчас Цель конечно Калерии Чуточку Отодвинуть Игру От собственных Ворот Было бы Правильно А то можно И не выдержать Такой натиск Направо Нет там Оказывается Был фул Желтая карточка На Игулану Надо конечно Разбирать эпизод Давайте смотреть Повтор И понимать Что конкретно Было в этой ситуации Да Удар По ноге Правда здесь Можно и Бельгийцы понять Потому что Он в принципе В мяч играл Изначально Да Потом уже После того Как он Сыграл в мяч Перейра Было столкновение С Перейрой С Перейрой Такое Неизбежное По сути И поэтому Перейре И досталось Ну в общем Желтая карточка Еще одна В нашей игре То есть У игроков Калерии Уже 5 Предупреждений Росетини На Игулан Конти Не 4 Конти и Пенилья 4 желтые карточки Одна У Интера Это Жуан Жезус Вот так Отцепился Гуарин Атака продолжается И что здесь Он был Незащитный Естественно Причина положения Вне игры Причина положения Вне игры Было ли оно Но здесь Его точно не было А вот что дальше Гуарин Это уже не было Абсолютно А там видимо Просто завалил Мобельфюдил Оппонента И поэтому Арбитр Авелар Поэтому арбитр Видел штрафной удар Гу trave Было ли оно Гуарин Покудая Нет Бывет Эп governance Мобельфюдил 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 Пон prob ... Во Мобелефúдил Да Гуарин помог Комбессор отобрать мяч на правопередаче. Перейрам. И очередное нарушение правил. Час игры позади у нас в Триесте. Галеринтер 0-0, штрафной удар Фредди Куарин. У мяча рядом же Перейра. Судя по разбегу вряд ли будет удар. Гуарина. Да, подача. Но лучше, чтобы пробил Гуарин с вот этим ударом. Я думаю, это было бы опасно. Ковачич. Снова с мячом Матео. Неплохо разобрался. Пас на правый фланг. Здесь на Котомо. На дальнюю штангу. Икарди. Не долетел. До него мяч. Это был бы фодил, да. Похоже, они внешне по росту так издали. Напоминают друг друга. Так что лишь номер дает возможность разобраться, кто есть кто. Замена. Ибраими на поле появляется. Вместо Матисса Кабрера. Кабрера был, по сути, незаметен. Весь матч, поэтому... Думаю, что замена оправдана. Перейра бросает аут. Агаци куда делся? Забивать надо Гуарин. Бородарь просто был отыгран. Он не то что лежал, он просто был вдали от ворот. Снова Альберто Бзакерони. Главный тренер сборной Японии. Не подумайте, что он претендент на пост наставника Интера. Просто я думаю, что он приехал, посмотрел, например, хороший футбол итальянский. А во-вторых, на Наготума. Еще раз обратил внимание, сберетит игрок сборной Японии. Бас назад. Перейко. Бас назад. И отбились. Ну, судя по всему, концовку матча, ну не концовку, а завершающую часть, скажем так, игры, можно предсказать. Интер будет, естественно, наседать каждой минутой. Ну, а у Галери, по сути, цель сохранить ничью 0-0, ну либо, возможно, верить своих нападающих и в их скоростные способности. Может, кто-то и сумеет убежать. Вот она замена еще одна, которую мы предрекали. Покидает поле Исаак Бальфадил и вместо него Родриго Паласио. Лучшие бойцы пошли добывать результат. Понятно, что из всех четырех форвардов Паласио, Дюрфадил, Нелитто и Икардио в наиболее, скажем так, лучшем состоянии находятся именно Паласио. Поэтому сейчас от него многое зависит. Перейра подключился, прибежал на угол Вратарской, бил на выше ворота. Он не был ли там угловой, кстати говоря, или это именно от Перейра мяч, поле покинуло. Снова с мячом Уругвайц. Гуарин. Кувачич направо на Паласио. Паласио возвращает мяч. Наготом атака продолжается у Интера. Да, прострел и уже вот Камбьесо мяч ходит за пределы поля. Вот здесь, если бы Паласио сразу пробил, а? Может быть, был бы опасней. Кувачич. Барбо и Конти легко с ним разобрались. И Барбо на Найгулана. Хорошая подача. Еще удар. И выше ворот. Выше ворот бьет Ибраими. Пенели очень громадно подавал. Знаете, так как надо. Вот примерно такие контратаки могут получаться у Калери. Видите, они могут привести к забитому мячу. Такая вероятность существует. Она, в принципе, всегда есть. Но вот у Калери, мне кажется, подбор футболистов впереди достойный. Весьма-весьма достойный. Дуарин. Нарушение правил еще одно. Дуарин. Весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-весьма-в Аут. Перико. Далеко уже ушел. Брасать аут, поэтому надо бы чуть-чуть вернуться. Ну и там еще. Борьба не совсем футбольная с защитникой нападающего. Снова арбитр свистит. Ну конечно локтем играл Ранокки. Так нельзя. Штрафной удар. Это может быть очень опасно. Если будет хорошая подача, подача хорошей не получается. Тут еще и промах мяча. Амьясо. Амьясо. Вот сейчас плохо отбились. Энтеристы. По сути, сразу же вернув мяч. Галери. Ханданович. Паласио будет убегать. От Росетини. Не совсем получилось, но хотя бы мяч сохранил. Паласио будет убегать. Правая передача еще одна. Паласио прострел здесь. Как-то все в одну сторону побежали футболисты. Интер. Еще удар. Агаци. С таким ударом, естественно, справился легко. 0-0. Друзья мои, 0-0. Еще играет 20 минут. Голов нет, но... Ощущение гола, честно говоря, существует. Жуан. Ковачич. Да, сегодня Ковачич, то время, что прошло, сыграл очень продуктивно, полезно. Все время играет вперед, игру обостряет. Он и в мелкий пас может играть. И открывается неплохо. Да, Ковачич, конечно. Может стать большим футболистом. Паласио. Нет. Снова удар по воротам. Ибарбо. Какая хитрая передача. Ибарбо против Роланду. Колумбийц смещается в центр. И какой пас! Как же обидно за Ибарбо. Он сейчас только что практически придумал эту комбинацию полностью сам. Сделал пас на Десена. Но вот Десена. Почему-то стал опять что-то придумать, а не пробил по воротам. Бывают возможности, но не бьют футболисты. Ни Калери, ни Интер по воротам. Хотя, конечно, без ударов голов-то не будет. Очевидно. Ибарбо. Плохо сыграл. Десена и уже Паласио. Не угадал я со сценарием концовки игры, потому что, по сути, в бою до острой игре. Проходит матч, и Калери нисколько не меньше хочется выиграть. По крайней мере, за последние минуты 5-7 столько же времени провел Калери в атаке, сколько и Интер. И таким же количеством футболистов. Замена. Пеннилия поле прикидает, и вместо него Марко Сау. Вместо него не симпатичная игра Сау, поэтому я жду усиление атаки Калери. Отличный метод офсайда, надо забивать, надо забивать, и 1-0! И Карди! И Карди забивает такой важный гол на 75-й минуте, что за танцы. Он инициатором их является Наготома, но, говорят ли, это японский танц. Но неважно. Второй голый Карди в сезоне. И сыграл он очень правильную роль центр-форварда, пока разыгрывали мяч футболисты на фланге. Карди грамотно открылся, ну и, соответственно, в голову мяч ему вложил просто Наготома. По сути, идеальная передача, и Карди сложно было не забить в этой ситуации, потому что, ну и пас был, ну все было идеально абсолютно. Ну и Карди главное было в этой позиции, это для него было самое главное в этой ситуации. 1-0, Интер выходит вперед. 1-0, и теперь уже Интер хозяин положения во всех отношениях. Теперь Нерадзури надо думать уже о том, как бы игру довести до победы. Нарушение правил Гуари инфалит. Вот он гол. Куда делся? Закерония. Весь мяч там его показывали, и вот сейчас он просто вот исчез. Это Челлино, Массимо Челлино, президент команды Галлери и владелец. Диозная фигура. Так, Гуарин сам поднимается, значит он игру продолжит. Что касается Перико, то здесь, видимо, могут быть проблемы. Конте. Росетини. Найголан. На правый фланг перевод. И Барбов стремился к мячу, но и нарушил правила. По-Вачеч. подбирает первый мяч Волосе еще один пас направо снова Кувачич опасный момент но ничем не закончился на который конечно набегался он практически во всех матчах играет на старте чемпианта, эта неделя была очень насыщенной три игры за 7 дней провели футболисты Интера сейчас конечно будет попроще Интер не участвует в Еврокубках поэтому ни лиги чемпионов, ни лиги Европы на неделе не будет, поэтому Интер может спокойно готовиться к следующей игре а между прочим игра будет ключевая во многом центральная ладно скажем так в седьмом туре Интер будет принимать Рома на Сансиру если учесть что Рома лидер чемпианта Италии перед стартом этого тура была у Ромы сегодня встреча с Болонией в 22.45 эта встреча состоится на НТВ плюс естественно прямая трансляция игра на Олимпику можно предположить что Рома три очка скорее всего заберет в этом матче хотя может и нет сложно какие-то прогнозы делать по Роме но в следующем туре у Интер будет шанс Рома остановить по крайней мере мне видится Интер фаворитом в преддверии этого матча в следующую субботу история САУ ускорение хорошая передача отличная передача в разрез прострелы Самир Ханданович выпускает мяч из рук снова с мячом баллисты Калери Ковачич Найголан неплохо и Барбоа мне кажется выключился из эпизода если бы он до конца был во внимании и просто хотя бы допустил такую возможность что САУ сыграет именно таким образом то он был бы первым на мяче опередил бы и Хандановича и защитника а так он на буквально мгновение из игры выключился и Тори Барбоа у Калери в следующем туре встреча с Удинезе Перейра не достал мяч не достал просто Гуарин Паласио Ковачич мяч наконец-то до него дошел он долго ждал передачи Паласио направо на Готово разные варианты почему-то видите как грамотно футболисты Интера пытались штрафную расположить один пошел во Вратарску другой остался на линии штрафной третий на дальнюю штангу то есть в принципе все было очень грамотно если бы был хороший пас на Готово то возможность пробить была бы у одного из игроков Интера на левый фланг передача Наньголан снова передача налево Наньголан можно пробить хороший удар и один-один Раджан Наньголан вот сейчас точно владельцы Интера жалеют что не приобрели Наньголана лето потому что да возможно Интер и без него хороший но вот Наньголан сейчас может отнять два очень важных очка у Интера Раджан Наньголан такой важный гол забивает аплодирует так саркастически улыбается Мацари еще раз смотрим Наньголан был один он готовил удар там конечно рикошет от кого хочется понять но в любом случае это гол конечно Наньголана от Роланду от Роланду от Роланду мяч отскочил в ворота 1-1 калерий Интер и в любом случае нас ждут увлекательные последние минуты матча потому что теперь уже Интер должен думать о победе потому что ничья конечно хорошо на выездном матче но тем не менее Интер выздоравливает и для то чтобы поверить собственные силы нужно как можно больше выигрывать после ужасного прошлого сезона но тем более Интер рассчитывает попасть в зону Лиги Чемпионов а то и вовсе побороться с Кудетто поэтому надо бы сегодня очки заработать очки во множественном числе а не в единственном но калери мяч пока не отдает Интеру для их новых атак вот сейчас перехват Роланду пас вперед Полосе Жуан Камьясу справа есть Наготома пас вперед следует на Икарди Ранокке Квачич Паласио опасный момент развернулся Родриго Паласио но уж очень был неудобный мяч Сау и Барбо Сау пролез пас тут нужно делать Сау практически чудо сотворил на таком коротком участке поля он сумел двух накрутить соперников действительно молодец Сау хорошо вошел в игру 1-1 Интер играет ничего на выезде с Калери хотя понятно что Нерадзуре нужна победа сегодня чтобы не отпускать Наполис с Ювентусом которые свои матчи в этом туре выиграли посмотрим чем дело завершится пока время еще есть на один гол уж точно Перейра подача Агаци на месте на месте Агаци на месте Найголан у Интер преимущество по владению мячом но это наверное не так удивительно что ли Перейра Полосе Барбу отработал сзади ну и очередной уже традиционный свисток фалят интеристы Мелитто вместо Раноке вот так действует Мацари удивительная замена естественно встречают Мелитто но меняет защитника на нападающего сейчас Мацари видимо Камбьясу отойдет по барону потому потому что Такая ставка на аргентинцев в интерьере. Так, еще один штрафной, желтая карточка на Гатому. Сейчас получает Калери право на стандартное положение. Причем бы его не реализовать, хотя бы постараться-то можно. Подача. Цау. Ну, Жезус. Укрывает мяч. Корпус вместо Камбьясу отошел в оборону Перейра. Камбьясу остался на своей позиции в центре. Добавляет дроки 3 минуты. Ну что ж, завершающие 3 минуты. И 3 сразу форварда Уитера в атаке. Так, астория. По словам отношения с Гуарином выяснять. Здесь чисто сыграла астория. Что дальше? Дальше непонятно. Повтор у Вилли. Из эфира Кувачич Перейра. И Барбо снова отрабатывает в вороне. В очередной раз восхищаемся тем, как и Барбо может работать на всех участках поля. Отработал и здесь. Уже удар будет от ворот. Жезус. Короткий. Да, с Кувачичем. И атака разгоняет десятка Интера. Но пас здесь прерывает. Контик. Амбьясу налево. На Мелитто. Вот он, Диего Альберто. Мелитто. Штрафную. Опасный момент. Забивать надо. Амбьясу пробахивает. Забива мяча. Мелитто. Нет. Это не гол, дорогие друзья. Какая была ситуация для взятия ворот. Какая была ситуация? Как Интер не сумел таким шансом воспользоваться? Да. Это был реальный шанс. Вальтер Мацари уже снял пиджак, куртку. Ему уже не холодно, ему жарко от эмоций прежде всего. Угловой удар остается 30 секунд до окончания. Матчо Перейро будет подавать. Мяч штрафной Агации. И нарушение правил. Нарушение правил на Агации. И по всей видимости Интеру не светят 3 очка в этом матче. Судя по тому, что сейчас, наверное, уже будет совсем скоро свисток в окончании матча. Жаль. Честно, очень жаль Интер. Потому что команда, мне кажется, заслуживала нечто большего с точки зрения своей игры и плана на игру. У Интера он был, безусловно. Но Калери весьма обученная команда. И повторюсь, я думаю, что Калери в этом сезоне у многих клубов большой пятерки или шестерки очки отнимет непременно. Так что Интеру не стоит так сильно расстраиваться. Это был хороший соперник, крепкий соперник. И терять очки с Калери будут многие команды. Ничья 1-1. Интер набирает 14 баллов и продолжает погоню за лидером чемпионата Италии, за командой Рома. Для вас эту игру на НТВ Плюс комментировал Нобель Арустамян. И до скорых встреч на матчах итальянской серии А. Субтитры сделал DimaTorzok